В условиях строжайшей секретности проводилась подготовка к операции Багратион. Все мероприятия велись настолько осторожно, что вражеской разведке почти до самого наступления советских войск в Беларуси так и не удалось разгадать истинный замысел советского командования на период летней кампании 1944 года. Целым рядом ложных мероприятий, умело проведенных нашими войсками, противник был введен в заблуждение относительно сроков и районов главного наступления Красной Армии. Маскировочные мероприятия наших войск были направлены на то, чтобы заставить поверить гитлеровских генералов в то, что летнее наступление начнется именно в Украине, а не где-либо в другом месте. С целью обеспечения скрытности командование Третьего Украинского фронта уже в начале мая получило распоряжение ставки о проведении целой серии мероприятий по операционной маскировке. Усиливался правый фланг фронта, строились аэродромы, прокладывались для видимости дороги. Началась интенсивная переброска войск по железной дороге вглубь южного фланга группы армий «Центр». Но о том, что большинство железнодорожных составов были пустыми и служили лишь для обмана, противнику удалось узнать гораздо позже. Ложный район сосредоточения оживило интенсивное движение боевой техники и войск. Чтобы окончательно дезориентировать противника, в войсках развернулись работы по совершенствованию обороны. Фронтовые и армейские газеты писали только об обороне. Основываясь наимевшихся данных разведки, начальник генерального штаба группы армий «Центр» генерал-лейтенант Крепс в конце мая провел оперативную игру с целью выяснения возможных замыслов советского командования. Как свидетельствует бывший участник игры ТЭСКИ, в основу плана игры была положена тогдашняя концентрация русских сил, которая оказалась недействительной в связи с сложным маневром русских под Пинском. Это был величайший лжеманевр русских. Характеризуя стратегическую обстановку даже за 10 дней до начала операции «Багратион», разведка противника настойчиво утверждала, что главный удар советских войск по-прежнему ожидается на участке между Карпатами и районами севернее Ковеля. Немецкое командование ожидало, что в Беларуси советские войска будут проводить вспомогательные операции. На Нюрнбергском процессе бывший начальник оперативного отдела штаба Верховного командования Йодль заявил, «Мы предполагали, что удар со стороны русских последует на южном участке, направлении румынской нефти, поэтому основное количество танковых дивизий было сосредоточено в районе южных групп армии». Из 34 танковых и моторизированных дивизий, которые были на Восточном фронте и в резерве, 24 были расположены к югу от реки Припять. Ставка Верховного главнокомандования в основу замысла на летне-осеннюю кампанию положила идею последовательного нанесения мощных ударов на различных направлениях. Главный удар намечалось нанести в Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин